здравствуйте я уже писал у себя в телеграм-канале на который кстати народ заходит читает но почему ты не подписываются но даже как-то можно сказать обидно так вот я писал что мой ролик про белорусскую оппозицию 100 чем-то раз набрал в 100 чем-то раз меньше просмотров чему и же ролик про посвященный гарри табаху то есть интерес к этому всему по прошествии двух с лишним лет после последних выборов 9 августа 2020 года естественно по утих в том числе и потому что тогда был всплеск всех этих телеграм-канал youtube канал а сейчас где-то радио бабы клавы где подпольщик максим шабуцкий где радио где многие другие ну там где-то мелькает вроде маланка а может уже нет давно не следил еще как-то пытается жить никто но тоже все не очень хорошо получается и собственно попадание в больницу моей колесниковой тоже ну так вяленько скажем и обсуждалась стой с тех позиций ну вот попала ничего не говорят что с ней как там тихановская чего-то высказала ну и на этом все я же сегодня хочу остановиться собственно самом факте и еще точнее на его последствия как стало известно вот вчера по моему значит по одним данным кстати колесникова еще находится больнице скорой медицинской помощи в гомеле по другим она в стационаре колонии женской в том же гомеле в районе гомсельмаша знаю хорошо видел снаружи эту колонию много много раз жил неподалеку так вот наконец-то пустили папу она там улыбается значит и у нее действительно вот в плане болезни была проводная язва ну и для неискушенного зрителя слушателя ну как бы это бездна информации я же хочу обратить внимание на некоторые аспекты почему я почему на эти аспекты потому что сорок один год назад с таким же точнее похожим почему похожим наверно похожим а может и таким же объяснить чуть позже таким же диагнозом со всеми почестями то бишь с сиреной и мигалкой был доставлен в эту же самую больницу скорой медицинской помощи в гомеле и прооперирован по поводу прободной язвы двенадцатиперстной кишки так вот с полным так сказать основанием могу заявить что прободная язва это не болезнь именно прободная нет это скорее последняя ступенька на пути из этого мира мир иной для гомельчан это многое скажет точнее все скажет а для других поясню что через два дня после операции когда мой лечащий хирург приводил девочек так сказать на экскурсию на ознакомление девочек из медучилища показывая на меня он сказал ну вот хоть ехал в осовцы для тех кто не знает кто в те годы это самое большое действующее кладбище на скажем окраине гомеля и за чертой города уже не знаю как правильно вот он отъехал в осовцы но не доехал теперь не скоро доедет если он еще жив и здоров дай бог ему и дальше и здоровья и долгих лет жизни так вот это именно та ступенька потому что в случае прободения счет идет на часы единственное почему я не очень уверен что с колесникой у нас один диагноз потому что бывает прободная язва 12-перстной кишки как у меня бывает прободная язва желудка разницы по времени там и так далее никакой основная разница в том что язва уже не прободная язвенная болезнь 12-перстной кишки как утверждают медики онкологии не дает язвенная болезнь желудка запросто может перерасти в онкологии и еще один нюанс язвенная болезнь 12-перстной кишки язва на 12-перстной кишки медленно образуется медленно растет и потом очень долго и медленно лечится язвенная болезнь желудка язва на стенке желудка может образовываться буквально в считанные дни вылечиваться в считанные недели и через пару-тройку месяцев появляться опять и основное главное в этом все поскольку у меня прободная язва было я уже сказал 41 даже 41 с год назад то есть тогда мне было еще не было даже 23 с молодой здоровым в общем-то мужчина живущий семьей нормально питающийся ну из вредных причин привычек курил все и операцию сделали во время и после операции что немаловажно в данной ситуации меня не отправляли хотя же не обещали до операции что отправят в реанимацию там через день через два когда переведут уже в обыкновенную хирургию тогда ей можно будет меня посещать посещать меня можно было в день операции вечером ну так папа жану вечером то есть все системы организма тогда работали во время операции не вызвали никаких скажем сомнений нареканий у врачей и меня даже не поместили в реанимацию судя по сообщениям но во первых колесниковой сегодня немножко больше лет чем не тогда и сколько-то времени она явно и питалась и весь образ жизни все остальное были ну мягко говоря не курортной но при всем при том возвращаюсь к себе скобочках любимому после всего что меня не в реанимацию не поместили там максимум через неделю выписали из больницы еще два месяца два месяца был на больничном после этого еще какое-то время не считая этих двух месяцев естественно питался исключительно диетической пищей когда жена приносила мне больницу она была тоже такая же молодая приносила постную вареную курятину и вареную же картошку не соленую ничего которую и все это я уклетал с огромным удовольствием она сидела и чуть ли не плакала как можно есть не соленая постная вареную и так далее так вот хоть какую-то часть этих условий сможет ли обеспечить колесникова или обеспечить колесниковой в тех местах где она сейчас находится а без них не хочу быть пророком и даже не собираюсь это произносить слух скажу лишь очень так как у них доте уклончиво без соблюдения этих условий заживление в общем-то полное восстановление будут проходить ой 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 как долго поэтому дай бог ей силу здоровья чтобы ситуация все-таки сложилась так она смогла полностью восстановиться после операции в недалеком я надеюсь будущем еще много сделать для так любимой ею беларусь но вы все уважаемые зрители и слушатели канала оставайтесь здоровы слава украине живи беларусь вот так вот вот так вот вот так вот